всем привет мои дорогие друзья с вами юга и да сегодня будет небольшой ролик говорящий головы а чему он будет в принципе посвящен на самом деле по большей части я стараюсь уложиться в несколько минут и рассказать о том что происходит на проекте и что будет происходить на проекте дальнейшем чтобы у тех людей которых возникает вопрос чего заходят на youtube или вообще в принципе на стрим вопросов этих не было и такой небольшой ролик и и кию получается такой такой факт сокращение понимаете да чтобы для текста старичков кто приходит спрашивали юга где же то что мы ждем и для новичков что же нас ожидает в общем буду краток black desert онлайн юга почему нет бы дома на проекте нет бы дома на проекте по той просто по той единственной одной причине что я очень устал от проекта два с половиной года я пытался как-то реанимировать публику который его смотрит хоть как-то там постегивал интересом сам для себя к этому проекту но знаете два с половиной года работы прям реальная работа в этом проекте потому что стримы шли по bdo по 12 10 часов и к сожалению никаких полдов не принесли почему я объясняю да сформировался костяк людей которые меня смотрят и сейчас их осталось очень очень мало сожалению а те кто просто заходили смотреть на вопросы в принципе люди очень оказались те которые вот информации ушли в принципе я как стример держусь в основном за аудиторию то которая смотрит мне независимости от игры к сожалению бы до такого не получилось и такое говорится у нас морпога не видите ничего с этим не могу поделать поэтому я устал честно устал от этого проекта как стример как игрок в первую очередь как игрок они даже не как стример я играю на одном персонаже если вы предложите выкачивать что-то другое скажу нет чуваки я не привык так играть по той простой причине что я не альтовод такой дикий я люблю вот именно упор сделать одного персонажа последний мой вылазку потому что там поточили что-то сделали в общем я ушел мне скучно и извините я не из тех людей которые такие ну типа если мне не во что играть буду играть битва но я так не могу потому что я не туда-сюда не прихожу не перехожу по классам мне от этого становится еще гораздо грузовее потому причина банально два с половиной года на везде два с половиной года чуваки но это очень много вернусь ли я буду возможно какая причина возвращения интересный класс интересный класс на котором мне захочется играть я уже не раз три мы говорил что было бы очень здорово что пилинг и старасу гномов что-то хочется с двуручным молотом что-то со стрелковым оружием не знаю что это будет недавно был опубликован такой интересный скрин частности частности который в принципе дал небольшую вообще просто малюсенькую малюсенькую надежду что действительно что-то будет интересно я сейчас вам продемонстрировал вот так то есть соответственно как минимум как минимум нас ждет ожидает еще пять классов black desert соответственно помимо последнего класса это девушки которые летают с двумя мечами и цепочкой это кстати очень интересный класс честно но вы же знаете мою в общем особенности игра его стараюсь играть мужских чаров и вот этот скрин дал небольшую надежду то что я вернусь бы до и действительно для меня играют игра откроется с новой стороны я честно это жду я люблю black desert я и мне поверьте мне очень тяжело по той простой причине что я хотелось бы играть в эту игру но в том виде в том сейчас в том сейчас что для меня она предстает мне этого делать не хочется а может быть к этому времени я соскучилась и как говорится уф еще сильнее захочется просиживать там по 10 12 часов соответственно сидеть на стримах вместе с вами это что касаемо бы до теперь что касаемо в принципе других мморпг проектов на ближайший 2018 год будет очень очень мало я уж не говорю про русскую локализацию будет вообще в принципе феноменальны и даже еще меньше на 2017 количество мморпг проектов в принципе был уже миллион роликов на снятых поэтому что нам ждать 2018 каким рпг проекты типа там кровь фолл что-то снимется альфа тест понимаете это не релизы кикстартером проектор мы как умные люди как говорится будь умными людьми не доверяй кикстартером проектом плане того что ожидание от них чего-то такого сверхъестественного они в плане того что они такие на за деньги не надо пока ничему этому особенно внемлить у нас принципе на этот год запланированы запланированы анонсы локализации как минимум я дам конца и двух игр в россии и одна у нас будет пока лиза уже локализована скоро забыто снимется kingdom and the fire 2 вот это буду я стримить определенно я буду в это играть почему игра старая юга зачем туда идешь рекламные стримы да будут рекламные стримы да игра мне интересно да игра старая но мморпг плюс ртс ребят извините но целом для себя я этот жанр по новому открыл я допустим вполне я тоже очень скептически был настроен скажет какой-нибудь засранец хейтера но нет на самом деле очень скептически был настроен к такому жанру игры но мне в принципе зашло я поиграю в это побегаем уж какую-нибудь гильду вступлю соответственно будет какой-то интерес участвовать на гвг сражениях опять же когда будут все даты по kingdom and the fire 2 я сообщу уже отдельным роликом на youtube канале и у себя в группе вконтакте что нам ждать восемнадцатом году юга вообще тишина грусть и грусть тоска и из хорошего из хорошего но не мморпгшного я 29 января 24 января ребят а это очень важная информация еще отдельный ролик поэтому сделаю чтобы заострить на этом внимание пойду все офис это новая игра пираты это сражение это мультяшность я вообще очень сильно пасил на мультяшность и к этому я перейду сейчас плавно 24 января будут стримы будут очень такие замарафоны по этой игре будем посмотрим что это такое на игру потрачено я преордер взял за 4000 рублей спасибо ребятам спасибо конкретному даже одного человека кто помог с этим преордером это как ребят ну это крайний доступ да игруха дорогая вот мы узнаем стоит ли она своих денег как она будет распространяться дальше в россии не знаю чисто ранний доступ в игру плюс какой-то пак обошелся в 4000 с ндс дохрена ли это капец дохрена серьезно то есть последнюю дорогую игру то что я купил себе обошлось мне три с половиной тысячу на этот 4 я вам скажу я очень надеюсь от студии как говорится издатель microsoft села игра будет на двух платформах xbox one и windows 10 только работать соответственно это тоже может быть стать проблемой для русскоязычных русскоязычного сообщества потому что многие сидят на семерке но опять же об этом подробнее в отдельном ролике далее к чему мы подходим 18 год у нас самому рпг не нас особо наполнен и хочется что-то новое я для себя вывел два проекта которые еще стримы это escape from tarkov и мой основной часть проекта ford my абсолютно для как для россии стал не раскрученным проектом что очень жаль потому что я лично пересмотрел к этому проекту абсолютно все свои отношения и был очень рад очень интересная разнообразная пве фармом совмещенную tower defense и сурвариум интересность прокачки чертежей оружия специализации класса работа не еще круче чем в мморпг я вам так скажу а я не ожидал ничего подобного от этой игры потому как очень скептически был настроен ее релизе и свое мнение поменял конкретно также у меня был из black зеркал который я в принципе не планировал играть на держу в курсе что из-за того что вы сами все прекрасно знаете по итогу сейчас я с полностью все свои стримы посещаю этой игры онлайн конечно абсолютно стал нормальный потому что люди не хотят это смотреть потому что чувак это не бытово но я вам советую присмотреться приглядеть к этой игре повнимательнее по той простой причине что мы играем здесь с своим сообществом игра развивается да она в раннем доступе да она платная да это пве но я думаю мы с epic games поговорим если будет нас активность на стримах более высокая как и прошлый раз я разыграю ключики доступ к этой игре чтобы возможность было вам играть плюс ко всему я сейчас переключился на fps person second не путать пожалуйста с фреймрейтом да соответственно играю в стрелялки потому что второй после ммр пк моя основная как бы любимая любимый жанр это фпс тарков выживание и соответственно фортнайт из каких-то индюшатин стратегии прочего что-то меня с последнего времени тянет соответственно я буду пока сидеть на этой волне и надеюсь что вы тоже прониклись хотя бы именно фортнайт на виде пве потому что игра 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 она очень интересная вот просто от того разнообразия что есть сейчас на раннем доступе меня у самого глаза разбегаться потому что я я не просто я чисто не понимаю как такое количество контента может умещать ранний доступ то есть я вообще до него вообще дайдут хотя бы до релиза игры до кончания этого контента вот насколько объемная оказалась игра это круто это безумно круто к сожалению как всегда по всеми обстоятельств почему фортнайт заговорили забыли про пве миссии вспомнили что они сделали копию battle royale соответственно них своя же королевская битва в которой я также играю сказали это копию пубы абсолютно две разные игры абсолютно разная динамика абсолютно разный геймплей соответственно стрельба и все прочее сад это более аркадная игра соответственно есть миллионы примеров очень крутой стример от англоязычной низи который также из папку ушел фортнайт потому она более динамично и более мощно но опять же на вкус и цвет я никого не как ни в коем случае никогда не привлекают учете пуп говно это то что я сам пуп тоже периодически играю в общем это что касаемо плана как всегда юга обещал ложится несколько минут и ни хренашеньки не уложился ах 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 обманщик ну извините ребят давненько у нас с вами не было говорящей головы никаких ссылок в описании кроме как стандартных не будет вы знаете где меня искать прямых эфирах буквально через полчаса я уже начну прямую трансляцию как загрузится этот ролик поэтому всех вас жду жду активность буду рад вас всеми видеть по а послесловие так сказать юга а чё там сэр ребят 2019 год держу вас в курсе какие-то снимать ролики пока не будет нового корейского збт нового корейского збт не имею смысла не хайплюсь на этой теме лишь до того момента пока это не станет актуальны пя бяу поэтому как будет корейской збт а поверьте аккаунтов у нас достаточно я думаю на вторую волну все-таки попадем будут соответственно и стримы оттуда будут ролики будут разборы это все интересно эйр будем ждать лостарк то же самое все всех люблю целую с вами был юга и по традиции да прибудет с вами бог машины и не заржавеет ваш механизм и встретимся в прямых эфирах и всего вам доброго пока-пока а